Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Доната Спейс, и сегодня у нас будет обзор на лего трансформеры лорда Мегатрона. Мегатрон является единственным и полноправным лидером сил Десептиконов, а также заклятым врагом Оптимуса Прайма. И он сделает всё, что полагается для того, чтобы уничтожить любого автобота, который будет стоять у него на пути. Мегатрона я делал примерно 8 часов, сразу можно увидеть то, что конструкция является достаточно тяжёлой и детализированной. Сам Мегатрон выглядит достаточно заполненно, симметрично, и это меня очень радует. Использовал я за основу туловище от своей самоделки Bionicle Car Zahni, и она отлично вписывается в общую конструкцию и образ самого. Вот, начнём мы по традиции с ног, значит, вот так вот ноги у нас выглядят с нижней стороны, значит, тут у него... Этот Мегатрон, если что, выполнен по второму фильму «Месть падших», и тут у него имеются такие вот, кстати говоря, крутящиеся гусеницы, которые тоже были в фильме. Конечно, у него ноги в фильме немного иначе выглядели, но, может быть, я как-нибудь в будущем их доработаю, хотя это версия Мегатрона третья или четвёртая, если не пятая, хотя, наверное, где-то третья, может быть, она действительно является третьей. Значит, сзади ноги выглядят вот так, они тут заполнены всем, чем только можно, чтобы выглядели полнее. И тут тоже вот такие вот детальки техника имеются. Здесь обратите внимание на детализацию, также тут роль детализации играют вот эти вот копья прицепленные, вот такие вот сюда. Ну и далее идёт само туловище. Туловище достаточно интересная часть, поэтому здесь вы можете, кстати, видеть тоже колёса, потому что они отлично сюда вписываются в общий дизайн, в общую конструкцию и забивают там пространство. Потому что так бы там было просто некрасивое пространство. Тут также вот такая вот деталька тоже пространство убирает ненужное нам. И само туловище. Само туловище я использовал достаточно много разных деталей. Вот, допустим, вот это, это щиты из мастерина колец от Урук Хайцев. Вот эти щитки, они, кстати, подвижны, можно их как угодно делать, но я предпочитаю их как-то вот так оставить, да, чтобы как бы он пополнее выглядел, более мощный торс у него был. Там конструкция вы можете видеть достаточно тяжёлая, техниковская. Сзади туловище, вот там вся конструкция. Сзади туловище тоже выглядит массивно и Мегатрон устойчивый, естественно. Такой, он, кстати, достаточно тяжёленький, ну, точнее, не тяжёленький, такой средненький, но размеры у него внушительные. Мы даже в конце видео сделаем сравнение его с другой моей самоделкой, на которую тоже скоро будет обзор, это Старскрим. Да, я за время пока не делал обзор и кучу трансформеров понаделал. Ну, руки у Мегатрона подвижные, естественно, вот такие вот у него тут щитки имеются. Одна рука у него обычная, вот такая вот, даже я приделал ракетницу, ракетницу вот такую. Рука, по-моему, выглядит достаточно прикольной, для Мегатрона подходит. И вторая рука, это огромная пушка, пушка щит, пушка меч, пушка непонятно что. Как вы можете видеть, тут всё. Я, когда показывал картинки в своей группе ВКонтакте, там ужасное было у него оружие, просто кошмарное. Я не знаю, мне сейчас стыдно, что я его показывал вообще вам, потому что вот это выглядит, ну, гораздо лучше. Оно гораздо лучше вписывается в образ Мегатрона, такой грозный. И оно гораздо больше похоже на то, что мы видели в фильме, потому что то, что я сделал до этого, выглядело просто ужасно, ну, по сравнению с этим, так точно. Конструкция, как вы можете видеть, достаточно сложная у этого оружия, но она того стоит, потому что она выглядит классно. Вот у него, как вы помните, было несимметрично, тут такая загогулина, если так посмотреть. Кстати, голова, голова легко сделана, на самом деле. Голова, я сперва сделал кастомную голову, подлинностью из системы, но я потом понял, что зря я это сделал, потому что выглядит она ужасно. Я её разобрал в итоге. И решил просто вот такую вот голову от злодея из фабрики Героев, а к ней, в принципе, такие вот две конструкции из разных деталей. Кстати, достаточно затратная конструкция, но, в принципе, выглядит потом достаточно интересно. И, да, хотелось бы также показать, как выглядит там изнутри туловище. Как вы можете видеть, всё, опять же, прикрыто и выглядит очень-очень здорово, по-моему, мнению. Мегатрон – это один из моих любимых десептиконов. И вообще, из моих самых любимых персонажей из любых там, будь то видеоигр или вселенных пророботов, или просто фантастики. Потому что Мегатрон – это действительно тот персонаж, который следует своим убеждениям. И мне гораздо больше симпатичны десептиконы, нежели автоботы. Потому что, может, автоботы, ну, не знаю, я не люблю, как бы, их идеи. Я, как бы, больше придерживаюсь именно десептиконов, потому что десептиконы... Можно писать их одним словом, они просто тащат туда, вот и всё. То есть, вот такой вот у нас Мегатрончик. Давайте его сравним с Старскримом. Не знаю, как насчёт Старскрима, понравится вам он или нет, но вот он. Так, Мегатрон – Старскрим, да? У Старскрима ещё его пушка есть, вот. Значит, вот как они выглядят вдвоём, значит, Старскрим и Мегатрон. Плечо о плечо, так сказать. И всё это я правильно сделал, Старскрим поменьше, чем Мегатрон. Должен быть ещё, конечно, меньше, но я просто не мог сделать детализированного Старскрима, сделав его меньше, да, вот так вот он со спины выглядит. Тут же пэки его, пулемёт его. Ну, в общем, всё про Старскрима будет в отдельном видео, которое выйдет достаточно скоро. Ну, а на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам понравился мой обзор на Лорда Мегатрона. С вами был я, Dominato Space. Всем желаю удачи и пока!